Вкусная сказка. Ярмарка с таким заманчивым названием собрала в минувшие выходные немало новоуренгойцев. В буквальном смысле слова аппетитное событие позволило горожанам и гостям города познакомиться с предпринимателями нового Уренгоя, развлечься и отведать съедобные экспонаты ярмарки. Свежеиспеченный хлеб и кондитерские изделия попробовала и моя коллега Елена Золотилина. Ярмарка открыла свои двери утром выходного дня. Несмотря на ранний час, посетители появляются почти сразу. Выбрать выпечку по своему вкусу здесь может каждый. Слойки, пирожки с капустой, картошкой, свежий хлеб и многое другое. Посмотрела все, очень красиво, все хорошо, нормально все. А что привлекло больше всего ваше внимание? Вот этот стол. Что-то конкретное? Не знаю, просто красиво выставлено все и так свет, ну хорошо. Вот этот стол первый меня удивил. Удивляться есть чему. Старожилы вкусных выставок уже знают, чем привлечь покупателя. На их большом столе в огромном количестве разнообразные пирожки. Есть и заморские маффины, и красивые пирожные. Больше сладко, конечно, нравится. Это бисквитные пирожные, покрытые мастикой. Приготовление, конечно, очень сложное. Но людям нравится. Стараемся что-то новенькое внедрить. А на соседнем столе красуются блестящие елочки. Вот только вместо шариков у них конфеты. Эту красоту продавец делает своими руками. Автор украшений готова поделиться своими знаниями со всеми желающими на мастер-классах. Сколько уходит времени на то, чтобы изготовить самый простой конфетный букет? Ну, я думаю, минимум час. Это самая простая вещь. Это какое-то украшение на бутылочку, либо на шоколад, либо на какую-то коробочку конфет. Это самое простое. А елочки сколько занимает времени? Ну, от полутора до двух часов, в зависимости от сложности. Иногда и четыре часа, если мы хотим разместить в елочке внутри конфеты или шампанское, или, может быть, вообще захотим сделать елочку из мандаринов. Тогда, конечно, придется потрудиться. Еще один новичок на выставке – расписной пряник. От сладостей тульских его отличает особый пряный рецепт. К обычным ингредиентам добавляют имбирь, мускатный орех и другие специи. Глазури и съедобные украшения наносят вручную. Вкус все оценили, всем нравится, потому что эти пряники можно взять как с собой в гости, в качестве подарка, так и на простое торжество в домашних условиях. Сладкой выпечки здесь действительно больше, чем остальных ее видов. Пироги с джемом и фруктами, кексы и торты. Предприниматели постарались на славу, чтобы познакомить горожан со своей продукцией и услугами и угостить их чем-нибудь вкусненьким. По словам опытных участников, к концу ярмарки почти все это горожане унесут с собой. Какой бы вкусной ни казалась картинка, камера все равно не сможет передать запахи, зарящие здесь. Ваниль, шоколад, ароматная свежая выпечка. Кондитеры и пекари вложили в эту выставку много сил. Например, для того, чтобы оформить вот такой торт из бисквита, покрытый мастикой, ушло около двух часов. Справиться с ним в одиночку можно примерно за день. Но я обязательно поделюсь этой красотой с друзьями и коллегами. Елена Золотилина, Артур Цвелюк, служба новостей «Импульс».